Альпийская горка и туи на придомовой территории. Почти такая же в соседнем дворе. Эти и еще ряд улучшений сделаны на средства, выигранные на краевом конкурсе в 2012 году. Теперь новый список первоочередных задач с указанием стоимости каждого пункта. Задача минимум – привести в порядок место, где обычно проводят детские праздники. Мы хотим, чтобы нам подсыпали сюда песок и уложили тротуарную плитку, чтобы ровненькая она здесь была, чтобы дети не спотыкались. Потому что неровная. Нам водовод здесь ложили и, видите, как-то погнулась. Один из масштабных проектов – установка бордюра, чтобы у автомобилистов не было соблазна припарковаться на газоне. Исполнение будет зависеть от того, сколько денег получится привлечь, участвуя в конкурсе. Детскую площадку расширить, песочка подсыпать, цветники, чтобы двор наш цвел. Краевой конкурс на лучший орган территориального общественного самоуправления проходит в два этапа. Из почти полутра сотен ТОСов города-курорта участвует 29. Главная задача ТОС сегодня – это преодоление пассивности населения. Преодоление пассивности населения. Значит, население должно быть активным. Оно должно отвечать за ту территорию, где оно проживает. Они должны проводить праздники на своих территориях, чествовать ветеранов. Должны работать по благоустройству, вместе с дворниками взаимодействовать. Должны рассаживать цветники. С детками работа, чтобы велась активно. У Маши задание на лето из школы – поработать на общее благо. Раз в две недели она помогает ухаживать за клумбами. В этом дворике на Крылова все сделано руками жильцов и по их инициативе. Над подъездом светодиодный прожектор, который потребляет не больше лампы накаливания. Есть система видеонаблюдения. В таких общедворовых проектах участвует большинство жителей дома. Не 100%, но 75% – да. 75% – это четко, даже те, которые квартиры не проживают, а проживают в других городах, они приезжают позже и участвуют также в этом. Здесь очень большая работа не сколько руководителя, сколько вот этой поддержки, вот этого совета дома. Нас совет дома состоит из старших по подъезду, понимаете? И старший по подъезду настолько исключительно знает своих людей, и он, ну просто работаем на 100%. Если по итогам конкурса удастся привлечь финансирование, здесь как минимум заменят песочницу на небольшую современную детскую площадку. На следующей неделе в администрации города-курорта определят 9 победителей. По три места в трех номинациях – городской двор, квартал частного сектора и сельская территория. На этом этапе общий призовой фонд – 600 тысяч рублей. Данные о трех ТОСах, занявших первые места, направят в краевое законодательное собрание. Между ними распределят 1 миллион рублей.